На смену зябким лужам в Великие Луки наконец-то пришла настоящая русская зима, которая порадовала любителей активного отдыха долгожданным открытием катков. Одна из самых популярных ледовых площадок с 2009 года находится в Парке культуры и отдыха. Заливка здесь производится несколько раз в день, что обеспечивает лёгкое и ровное скольжение по льду. За счёт того, что площадка, на которой располагается каток, бетонная, заливка, естественно, получается более ровная. Нам не приходится прилагать больших усилий для того, чтобы выровнять каток. Но за счёт того, что мы не экономим воду, а рассчитываем на качество, у нас получается каток очень ровный. В связи с этим у нас есть свои постоянные клиенты, которые ходят на наш каток именно из-за качества льда. Запоздалые зимние морозы позволили открыть каток только 16 января. Но уже в первые дни его работы качество льда по достоинству оценили более тысячи великолучан. Эта площадка неизменно пользуется популярностью у жителей нашего города. Насладиться конькобежным спортом можно не только в парке культуры. В Великих Луках ледовые площадки уже работают на двух стадионах, во дворах жилых домов и здесь, на острове Дятлинка. Для того, чтобы обеспечить хорошее качество льда здесь, на Дятлинке, каток заливали холодной водой в течение нескольких суток. А для закрытия ямы бугров использовалась горячая вода. Большим подспорьем для получения качественной заливки стали морозы. И теперь жители нашего города могут покататься в компании своих друзей под веселую музыку. Мне нравится кататься больше всего здесь, потому что пока что здесь мало народу и больше места, чтобы покататься хорошо. Мне больше нравится этот каток. Он больше. Можно сходить погреться недалеко. Лед хороший. Ну и здесь весело. На сегодняшний день нам больше всего нравится кататься здесь по одной простой причине, что здесь самый пока гладкий лед во всем городе Великий Лук. Зимний досуг великолучан стал интереснее и благодаря каткам, созданным во дворах. Работает спортивная площадка на дружбе, построенная при участии депутата Псковского областного собрания, генерального директора ЗАУЗЭТа Александра Козловского. Прокатиться с ветерком и поиграть в хоккей можно у дома 23 по улице Вокзальной и во многих других дворах. А это значит, что зарядиться позитивом и бодростью на весь зимний период смогут все любители активного отдыха.